О, ребят, смотрите, вот прям показываю, вот куда я обрезаю. Видите, вот, кропотливая работа довольно-таки. Это вот терпение надо тоже иметь. Вот. Но зато как благодарен цветочек потом. Какой отзыв у него. Видите, сколько тут сухих зарослей. Вот они, пожалуйста. Они ждают всякие вот гниения. Всякую гадость вот разнижают. Ой-ой-ой, сколько я запустила, как его. Вон, сухие веточки прямо отпадают сами. Ну, видите, вот что я делаю. Конечно, терпение, терпение, терпение надо. Если вы не любите цветы, у вас ничего не получится. Надо их чувствовать, любить. Вот. Обрезаю веточки отсветшие такие. Вон, они прямо отваливаются, сухие сами. Вон, листики, вот видите. Раз так, можно даже одну дорвать, оторвать. Там, где легко дается. Вот, отрезаю. Вот они, сухие, сухостой такой. Так. Ну, все, и потом будут новые молодые листики. Вот эти вот обрезаю. Показываются там они, да? Крупным планом можно их вот показать. Видите, вон цветочек миленький есть. И вот как вот прямо, как вот прическа, как волосы у человека. Вот, это очень кропотливая работа. Я вот смотрю, люди наращивают волосы. Мастера, это ж... Ой. Мне кажется, так сложно, так терпеливо надо быть таким. Это шея отвалится. Вот, у меня уже шея заболела. Я стою, вот, занимаюсь я этим красавцем, но у меня болит уже шея. Потому что в таком напряжении все-таки это эти мелкие детальки вот они. Вот, надо их обрезать, состричь. И обязательно сохранить соцветия, которые были. Вот. Ну, вот, пожалуйста. Вот так вот стригу. Стрижка такая. Стрижка волос можно сравнить, да? Правда? Да, как бы вот волос я стригу. О, сухая ветка совершенно. Ох, жалко обрезалась цвета. Видите, что натворила? Безобразница безжалостная. Ну, ладно. Так. Ну, вот, торчит тут такая, цубынка такая. Ее обрежем. И нарастут новые листики у нас. Так. Ну, все, в принципе, так вот. Вот, сухие еще там соломинки какие-то такие. Обрезаю внутри. Если это не делать, ребят, цветочек дичает. Обижается он на вас. Вот, что он делает. Ну, смотрите, вот этот сильно на меня обиделся, голубчик. Видите, какой он невзрачный стал. Ну, вот новые, вот на нем такие вот эти почечки. Вот они, вот они. Набухают, вот они, соцветия, вот они. Будут вот цветочки. Бутончики вот. А вот уже все, этот цвести уже не будет. Коричневый такой-то отсветший. Вот он тоже, голубчик. Вот, кропотливо как. Вот когда постепенно обрезаешь, растение прямо безболезненно ты обрезаешь. А это можно и хорошее обрезать вместе с плохими. Вот. Сухие вот такие вот. Их прямо много. Ну, сейчас постараюсь так предварительно обрезать, что могу. Все досконально не буду пока, потому что боюсь, что у меня он... Цветочки отвалятся. Он очень нежный. Пожалуйста, вот бутон отрезал. Видите, нужно знать. Нежный чай. Вот он, хороший бутончик. Вот он. Жалко. Сейчас я буду все-таки обрезать, наверное, крупные листья плохие. Все. Не буду я трогать эту. Так. Ой, пожалуйста. Сухое здесь. И цветочек вот теряет вид. Видите, какой он невзрачный делается. С этими вот отсвечившими, с отсветиями. Так, и они коричневые. Как цветочек ощущение засох. Как будто он полностью засох. А он не полностью. Только вот эти отмерзшие части у него засохли. Но они настолько уже цветок делают старичком. Как вот плохие волосы секущиеся. Вот надо обрезать, надо. Вот так и здесь вот. Видите, вон сухая какая веточка внутри. Вот вся прямо сухонькая совсем. Старушечка такая. Сейчас мы ее вот так чекнем. Вот так вот. Тоже чекнем вот так. И нарастут новые веточки. И не буду запускать дальше, конечно. Ну и так далее. В общем, поняли, да, принцип? Так что, дерзайте. Трудитесь. Пробуйте, как у вас получится. Терпением запаситесь. Если вы устали, лучше бросьте. Потому что начинаешь резать уже, как зря цветок. Я это по себе знаю. Уже как пьяный. Собственно, начинаешь не соображать. Хорошая. И хочется побыстрее. И как бы торопишься. А торопишка тут не нужна никакая. Тут надо прямо таким быть бережным. С садоводом. Ну, там мелкие детальки, конечно, совсем уже. Ювелирная работа совсем. И думаешь, вот когда бутон отрезаешь хороший, думаешь, стоило ли это того. Порой думаешь, нет, не стоило. Прямо целые ветки отцветшей я отрезаю. Ветками целыми. Вот видите, вот она. Все сухие. Нету тут хороших. Вот так вот. Листики, запчасти. Ой, и бутоны тоже отрезала. Ой-ой-ой. Миленький, ты ж меня прости. Прости меня, прости. Мамуля, мама, мам. Песенка есть. А я к цветочку говорю. Прости меня, прости. Сейчас вы его не узнаете. Вот сейчас я буду обрезать, обрезать. И в итоге он приобретет такой здоровый, молодой видит, он будет такой моложавый. Вот как человек. Заросла у него борода, да? Дед дедом. Вот на мужчину смотришь. Только мужчина побреется, пострижет бороду, если он бороду отпускает. Глядишь, красавец. Помолодевший. В интернете смотришь. Мужики бороды отпускают, не бреются. Потом понимаешь, он бежит свою нежную кожу малюка. И потом, когда он бреется, то у него получается красивая борода. Форму он задает этой бороде. И мужчинка такой граф, такой лорд. Делается. Мне нравится мужчина с бородой. Красиво. Только она когда красивенькая бородка у него. Не козлиная. Не торчком торчат волосики. Как зря в разные стороны. Есть мужики. Вот отпустят козлиную бородку. Бе-е-е! Хочется сказать. Вот хочется так сказать. Так что надо за собой, конечно, следить за волосами, за бородами, за усами, если у кого они есть. Ну вот. Женщины же вот подстригают челочки свои волосики. Делают из них красоту. Неухоженный вид получается. И он опрятный такой вид. И человек моложе выглядит сразу. С подсвежными такими волосами. Вот вы же замечали? Человек из парикмахерской выходит. И как будто груз скинулся от человека. Вот. Стыщиться надо, ребята, обязательно. Так. Ну что, вот видите уже как приятно, да? Более зеленый вот такой красинкой. Вот молодая поросль. Вот она идет. Видите, вот в серединке. Вроде так он прямо вот так упал. И было тут вообще не за что глядеть. И вот сейчас он такой хорошенький. Ну вот это вот спокойно обрезает. Это все отцвело. И создает атмосферу такого бардачка. Маленького. Здесь. У этих зарослей. Красиво. Все. Отрезаем вот так. Не жалеем эту веточку. Все. Вот так вот. Ножечки заметили, какие у меня тоненькие? Можно короткими видео снимать, а то слишком длинные. Сколько минут уже. Ножечки заметили. Ну вот. Вот так вот.